Ну что, друзья, вот не прошло и полугода, и мы едем к Антонине, мы все-таки сделали машину Антонине. Скажу честно, конечно, я рассчитывал, что это будет несколько иной бюджет, что мы сделаем это гораздо быстрее, но вот получилось чуть подольше, хоть опять же и торопил. Конечно, когда я увидел смету, я так немножко вот так вот сделал, даже уже смеялись, что проще было купить, наверное, новую машину, нежели чем делать. Кстати, Ваня следом едет за нами на машине, сейчас вот посмотрим, снимем реакцию, потому что он там каких-то там штучек всяких разных туда наставил. Ну и опять же, с учетом того, сколько ремонт этой машины вышел и сколько пришлось заплатить, я думаю, что, собственно, все сами увидите. Я думаю, Антонина обрадуется, потому что, если помните, в первом видео машина была, ну, скажем так, так себе, сейчас Иван сказал, она практически как новая, собственно, едем и сейчас посмотрим, что из этого получится. Погнали! Мы приехали в Киров, дорога была немного пыльная, поэтому решили машину ополоснуть. Сейчас мы ее помоем и покажем, что из нее сделать. Музыка. 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 Мы почти на месте. Ну и, конечно же, мы не смогли обойтись без розыгрыша. С Димой придумали схему. Он, приезжая сейчас с Валерой, говорит, что ничего не получилось, но пойдемте на улицу, выгрызем вещи и, собственно, заезжаем мы. Музыка. Музыка. Всем привет. Так, вот мы вам привезли. Да, всем привет. Привет. Да, мы привезли коробку. О, да, привет. Это что такое? Это мы. Сейчас мы все разберемся. Это вы напишите. Да. Дорогой дядь Дима. Перевожу. Написано на французском. Как у тебя дела? Почему ты давно не приезжал? Приезжай к нам почаще. Точка, запятая. О, это же логотип. И кактус. Это же Калифорния. Супер. Пойдемте, там надо помочь. Пойдемте. Так, смотрите, что сейчас мы будем делать. Надо будет сейчас забрать все книги. Есть две новости. Хорошая и не очень. Какую вам новость? Ну, хорошее то, что мы приехали. Не очень то, что Ваня долго делает, к сожалению. Но все равно мы приехали. Мы, да, мы, соответственно, приехали решать этот вопрос. Но он обещает доделать. Вот, вы видели видео, как он там делает? Обещает доделать и все сделает. Давайте сейчас туда коробки. Точно, точно хорошо. Не, ну, конечно, мы пошутили. Вот ваша машина. Принимайте. Да, сегодня, кстати, день мамы. У вас с праздником. Вот все, вот она, ваша машина. Получилось разыграть немного, а? Скажите, да? Получилось. Поверили? Привет. Вань, поверили, что... С праздником вас. Да, да. А где все остальные? Они поверили, что машины нет, Вань. Я пока думал, думаю, как так сделать, чтобы незаметно тебе позвонить, чтобы отзадачить. Они пока носили книги. Вот машина, да, принимайте, смотрите. А это точно наша машина? Точно, точно ваша. Вообще, она как будто и не наша. Это самая главная дверка. Да, диск и другие, резина зимняя, новая. Соответственно, все покрашено. Внутри убрали чехлы ваши старые, сделали химчистку. Да, сделали аквапринт вам вот в центральной там тоже части. Вот, потом. Вот здесь вот я коврики резиновые положил, но под ними еще есть такие ворсины, и вы, в принципе, можете вот такого плана. Вот, потом парктроник теперь назад сдавать, чтобы у вас пипикало там, если какое-то препятствие есть. И еще вот. Где? Можно запускать с окна теперь машину, чтобы все прогрелось. Не могу. Дома сидите, дома сидите, собрались. Все, она заводится и... Она заводится, стоит греется 15 минут. И сели в коврицу. Вы уходите на улицу. Открыли, сели. Ключ, как обычно, просто вставили, повернули. И поехали. Ну что? Я в шоке. Да ладно. Я в большом шоке. Если честно, я сам уже в шоке, чтобы ее доделали. В шоке до сих пор. И видите, как угадали еще. День матери, вот вам прям как знали. Да, да, свыше, я уже сегодня говорил, да. Свыше виднее, там, в какой день она должна была быть у вас. Вообще. Вот. К нам в гости. Ну да, да. Сейчас. А потом, да. А потом. Ну что, узнаешь машину с вами? Нет. Другая, что ли? Да. Лучше стало? Да. Вообще, как будто и не наша. Дверь у вас теперь открывает сзади. А, она открывает? Ну да. Здесь тоже ковер такой вот этот большой лежит. Во. Я не знаю, как вам говорить. Да никак. Я не могу. Добрым словом. Проходите к нам всегда. Дом открыт для вас всегда. Я не могу. Мы еще хотим вам картину подарить. Картину? Да. Вот такую. Вау. Супер. Масляными красками. Круто. Маша. Супер. Круто. Спасибо большое. Класс. А подпись художника? Так, давай-ка. Давай, подпись художника. Давай. Как бы новости такие, что нас вызвали сначала сюда в администрацию, Людинова, потом нас, как бы, не то, что нас направили, а, ну, намек такой был, чтобы в Калугу, вот документы ваши передаются, Калуга, это как бы наша областная все, все, что там сосредоточено. Я собралась сама, села на блаблакар, думаю, поеду я туда все-таки. И я прямо в этот кабинет узнала, какой кабинет, где вот это все оформляется, делается, туда приехала. И, в общем, я так понимаю, что у нас, возможно, скоро решится этот вопрос. Может быть, сдвинется, и, может быть, в следующем году что-то прямо будет. Я вообще удивлена, что у меня в этом году событий столько. Очень много всего, да. Машина уже есть. Да, теперь можно и в садик, и в школу возить. Потому что мы вот эти три месяца, конечно, для меня после того, как я сидела все время за рулем, я же все раньше на велосипеде возила. Один спереди, другой сзади, один спереди, другой сзади. И так было двоих сначала девочек, потом других. И постепенно вот я до... где-то вот шестой ребенок у меня, когда уже появился, там я уже говорю, нет, все, я больше не могу, у меня уже ноги как бы больные. И я собралась с силами, подзаняла денег и пошла учиться, чтобы права получить. 19 тысяч, как сейчас помню. И вот у меня не получалось сначала, потому что я боялась. Страх свой нужно было перебороть, а потом думаю, нет, я больше на велосипед не сяду. И врезалась я там на машине. То есть первые шаги мои были такие, что в глыбину прямо въехала. Думаю, все, надо теперь ремонт машины оплачивать. Но я даже и на это пошла. Взяла то, что получила там пособие, оплатила этому мужчине. Говорю, он думал, что я больше не приду к нему на занятия. А потом на следующее утро я опять прихожу. Он, ты опять пришла? А глыбину мы уже убрали, да? Я говорю, я не только пришла, я говорю, оплачиваю ремонт, то, что я снесла бампер вам. И, короче, мы поехали дальше заниматься. И я до упора так сразу, с первого раза практически сдала. Потом мы уже взяли точно так же, я выплатила вот этот долг, потом я взяла опять еще раз. Получилось так, что мне пришлось в долг брать деньги. Я купила машинку дешевую, четверка сначала, первая у нас машина была. И вот на четверке я всех их возила. У меня даже были такие моменты, когда я их просто в багажник сажала, двоих, мне умещались все. Так было несколько лет. А эта машина, она мне как бы по наследству досталась от родителей. Я очень благодарна. И вот то, что вы восстановили машину, это вообще для меня это... Я бы не по силам. Мне просто материально, мне это было бы не по силам. Одно, потому что я одна соберусь, держу все сильнее, получается. Кто едет в чикен пиццу? Я! А ты, а дядя Ваня, едет в чикен пиццу? Мы едем в чикен пиццу! Собственно, все закончилось, как и начиналось. Мы стояли с тобой у этого дома. Мы говорили про то, что мы собираемся делать доброе дело. Ну, собственно, мы его сделали, да. Это на самом деле. Тебе огромное спасибо. Тебе огромное спасибо. Респект и уважуха. Это невероятно добрый душой человек. Иван, взаимно. Вот. Я еще раз большую признательность и благодарность вражаю всем партнерам, которые поучаствовали в проекте и помогли доделать машину. Вы мне снимаетесь, спасибо. Творите добро. Добро всегда возвращается. И добро к вам обязательно вернется. Я всех крепко обнимаю. И до скорых встреч. Да, друзья, всем огромное спасибо. Еще раз Ивану спасибо. Подписывайтесь также на канал Ивана. Ну, и, конечно, наш канал. И давайте все вместе будем делать больше добрых дел. Поскольку, если мы хотим, чтобы в нашем мире было больше добра, нужно, собственно, нам его всем и делать. Поэтому делаем добро. Да. Делаем мир добрее. Да. И всем еще раз огромное спасибо, кто помогал. Прям низкий поклон. Всех нас. Все. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok